Всем привет! Это вторая часть ответов на вопросы от Покашеварим. Продолжаю отвечать на ваши вопросы. Абидаби спрашивает, Абудаби, как часто тебя тискают за пузо и пишут и ставят смайлики. Слушай, ой, у тебя там даже фотка есть. За пузико меня тискают. Ну что, дети, бывает так, смеются над папкой. Светлана Дебердеева спрашивает, Виталь, как ты учился в школе и где учился после школы? Значит, как я учился в школе? Ну, в школе я был, в общем-то, такой хорошист. Вы знаете, в школе я учился хорошо. Я не был круглым отличником, никогда не стремился быть круглым отличником. Были у меня и тройки, и колы были. И один раз у меня была даже шестерка. По-английскому учительница мне поставила... Да, шестерку мне поставила, что-то я вам очень круто рассказал. Ну, конечно, карандашом, хоть и в дневнике. Ну, я гордился этой шестеркой, она была с подписью, хоть и карандашом. Вот, так что нормально я учился в школе. В принципе, я всякое было доставлял и хлопоты родителям иногда. Им приходилось со мной заниматься. Ну, а в основном, наверное, такой обычный, обычный ученичок был. Учился после школы я в Государственном университете управления в Москве. Вот, значит, изучал менеджмент, изучал экономику. Пять лет, в общем, тоже хорошо отучился. Не красный диплом. Никогда я не стремился... Вообще, я против перфекционизма, если честно. Мне кажется, что должно быть достаточно. То есть, не должно быть много. Так же, как вот, например, денег. Денег не должно быть очень много. Их должно быть столько, чтобы тебе хватало. Потому что, когда много денег, это большая ответственность. Это большие риски для тебя и твоей семьи. То есть, это не нужно. Должно хватать. То же самое вот и с образованием. То есть, я совершенно не скажу, что я чего-то недополучил. Я получил все, что мне было необходимо в ВУЗе. Я получил тогда еще неосознанно все, что мне необходимо в школе. Сейчас я уже в простой вот взрослой жизни. Я пытаюсь получить что-то от жизни уже самостоятельно. Вот. Поэтому так вот я отучился. В общем, университет управления Навыхина, который находится, отличный ВУЗ. На мой взгляд, учили там здорово. Если кто-то будет туда поступать, ребят, удачи. Я не знаю, как там сейчас обстановка. Наверное, неплохо. Но в мое время взятки не брали. Ну, хотя брали, нет. Наверное, да, брали. Брали, но немного. Я не давал никогда в жизни взяток в институте. Вот. Всегда все сам учил. Так что вот так вот. Такой ответ. Тимофей Михайлов спрашивает. Привет, когда ты приготовил свое первое полноценное блюдо? И что это было за блюдо? Мое первое полноценное блюдо, это было что-то похожее на жульен. Я сделал грибы с шампиньонами. Значит, я, во-первых, сделал их очень подгорелыми. Чертовски подгорелыми. Я залил это все сметаной, засыпал сыром. И получилось нормально. Все это съели. Блюдо оказалось вполне пристойным. Вот. Можно сказать, вот такое вот первое блюдо мое было. Жульен с грибами. Марта Фарантикс спрашивает. Виталик, кто из современных известных шефов и просто поваров тебе интересен и почему? Хм. Так, ну, во-первых, смотри. Я не повар, как вы все знаете. Я совершенно человек из другой сферы деятельности. Повар это, ну, точнее, готовка это просто мое хобби. Я могу, конечно, заткнуть некоторых поваров за пояс своей готовкой. Ну, конечно, я до основной массы грамотных, качественных поваров, которые знают технологии приготовления блюд, конечно, я в подметки не гожусь. Я не слежу, честно говоря, за поварами. Я не знаю там тенденции, да, кто сейчас там вырвался вперед и так далее. Я вот знаю тех, кто, грубо говоря, на экране светится, да. Я до сих пор, до сих пор, я с огромным обожанием смотрю за тем, что делает Джейми Оливер. С огромным уважением и трепетом я смотрю за тем, что делает Гордон Рамзи. И с огромным удивлением для себя я смотрю за тем, что делают русские повара на телевидении. В частности, я часто смотрю канал Еда. И мне очень, очень мне нравится, что на нем делает, например, Малаховский. Я извиняюсь, Сергей, кажется, Малаховский. Это просто огонь. Это человек-зажигалка, который... Вот после моих роликов вы хотите есть, а после его роликов вы захотите съесть не только то, что он приготовил, а еще его и самого, потому что чертовски обаятельный человек. Значит, Сергей Малаховский, Илья Лазерсон тоже на телеканале Еда. Мне очень нравится, как он преподносит в передаче. То есть, мне еще далеко до этих ребят это... Несмотря на все спокойствие, которое они показывают в кадре, такое обаяние, такой профессионализм, понимаете, прет из телевизора, что я просто восхищаюсь ими. И очень мне нравится на них смотреть. Вот такие вот четыре фамилии я назвал, которые мне очень интересны, за которыми я слежу, которые действительно являются поварами и до которых надо бы тянуться, Витальки, надо бы тянуться. Ну что ж, буду. Истинное я. Кто-то нашел свое истинное лицо, это приятно. Бывало ли у вас, что блюдо не получилось полная бурда? Готовите ли вы на глаз без точного рецепта? Вы верующий человек? Спасибо. Целых три вопроса. Бывало ли блюдо, что у вас не получилось? Какой елки зеленый. У меня не только бывало, у меня до сих пор бывает. И еще будет сколько того, что у меня не получилось. Готовил, готовил. Готовил, готовил. Получилось полная бурда. Конечно. Это постоянно такое происходит. Я же говорю, я не профессиональный повар. Я не знаю технологий. Я не знаю нюансов приготовления. Не, ну сейчас со временем я уже начинаю много чего знать. Но все равно я, когда начинаю какое-то новое блюдо, оно мне может упороться. Это нормально. Я рассказывал, вот макаруны я готовил пять раз к ряду. Пять раз подряд я выкидывал то, что у меня получалось. На пятый раз у меня только получились красивые макарушечки с юбочками. Все нормально вышло. Поэтому да, бывает, что я упорываю. Бывает, что я и когда снимаю рецепт, например, такое, что я решил сделать рецепт без проверки предварительной. Я его снял. Получилась фигня. И я, естественно, стараюсь стереть и забыть этот рецепт. Не потому что у меня получилась фигня, а потому что просто рецепт фигня, сочетание плохое. Я просто, да, все, стираю в своей жизни эту съемку, потраченное на нее время, и забываю про это. Поэтому да, бывает, что получается бурда. Готовите ли вы на глаз и без точного рецепта? Я, смотрите, у меня, как, в принципе, я, если готовлю сам вот дома, да, я стараюсь делать на глаз, безусловно. Я не пользуюсь рецептами практически. Если я готовлю что-то, что я планирую потом показывать вам, то я не только иногда пользуюсь рецептом. Я еще и записываю то, что я делаю. Если, например, в рецепте указано столько-то соли, я понимаю, что этого мало, я корректирую это в своем рецепте, когда я буду делать, снимать для вас, корректирую еще и в этом рецепте, короче. Плюс добавляю какие-то, может быть, свои фишки, которых нету в том рецепте, который я когда-либо читал или когда вот сейчас читаю. В общем, вот так вот происходит, поэтому на глаз готовить мне нравится, за исключением, наверное, десертов, потому что, когда ты делаешь десерт и выпечку, там желательно все-таки соблюдать какие-то громовки, поэтому я, конечно, пользуюсь в том числе и весами, мерными ложечками и так далее. Верующий ли я человек? Друзья, ну, я верю в себя, я верю в своих родных, я верю в то, что каждый человек способен сделать много. Являюсь ли я набожным человеком? Нет, абсолютно нет. Я не хожу в церковь не потому, что я не приемлю это для себя, просто я лучше проведу это время со своими детьми, и я считаю, что это более справедливое времяпрепровождение, чем я пойду в церковь. Кирилл Евгеньевич задает вопрос. Виталий, добрый день, привет, Кирюха. Хотел бы поинтересоваться, какая у вас машина? Дружище, ты явно учишься в школе, поинтересоваться, пишется, следит на дружище. Машина у меня такая, знаете, вот она здоровенная, здоровенная восьмиместная машина, белого цвета, с вездеходными качествами. Вот как вам такой ответ? Хорошая машина, очень качественная. У меня она уже два года, я даже больше. Она мне очень нравится, это очень комфортный автомобиль. Несмотря на то, что он у меня внедорожник, как бы, да, ну такой, точнее, кроссовер, кроссовер скорее, да. Вот, он очень комфортный, мне нравится, как этот автомобиль едет. В общем, не знаю, хотите, пишите свои догадки под этим роликом, пишите, что у меня за тачка. Белая, большая, восьмиместная, офигенно удобная машина. Тера и Ванюшка. А, Варюшка. Тера и Варюшка спрашивают, до каких лет ты будешь снимать? И будет ли еще видео с Илюхой Зверей и передает привет всем. Всем вам привет. Значит, от Теры и Варюшки. Значит, до каких лет ты будешь снимать? Это как звучит, как угроза, короче. До каких пор ты будешь снимать, мерзавец? Буду снимать, пока не надоест, слушайте. Пока совсем не сдрихлею, буду снимать ролики, мне это нравится. Пока мне это будет нравиться, вот так вот тебе отвечу. Будет ли еще видео с Илюхой Зверьем? Может быть и будет. Может быть мы с Илюхой какой-нибудь рецепт какой-то замутим. Ну, почему бы и нет. Он пока, наверное, не планирует со мной ролики. Я пока тоже с ним не планирую. Обязательно сделаем. Мы с Илюхой общаемся, в общем-то, в товарищеских отношениях. Поэтому сделаем когда-нибудь. Чего вы переживаете? Так, Александр Князев. О, привет, Саша. Привет, Саша. Это человек, который принимал участие в, огромное активное участие в делах Саши Кабальновой. Он задает вопрос, как там дела у Сашульки, как ее здоровье, как, когда видео с ней. Значит, Саш, смотри, я, давайте, раз уж такое дело, да, вот воспользуюсь ответами на вопросы, расскажу, какая там ситуация. Во-первых, мы собирали деньги с вами, друзья, собрали в общей сложности где-то 70 тысяч небольшим, передали все это родителям, перечислили. Родителям эти денежки помогут. Спасибо вам огромное. Все, кто участвовал, по 100 рублей, по 500 рублей, кто-то по 1000 и больше скидывал. Друзья, это очень поможет родителям. Саша на позапрошлой неделе проходила, когда я еще общался с мамой, она проходила второй курс химиотерапии, после которого родители обещали вместе с Сашей отпустить на 5 деньков домой. Я пока, к сожалению, не знаю вот о результатах. Я обязательно еще пообщаюсь с мамой. Там, видимо, все уже должно закончиться было, да, может быть, даже все-таки они съездили домой. Я обязательно поговорю с ними. Отдельный ролик вам выпущу, про Сашу расскажу. Вот, что касается видео с, прям с Сашей, ну, друзья, я так вот думаю, Саш, в том числе тебе, да, вот обращаюсь, что Саша выздоровеет. Саша обязательно выздоровеет где-нибудь к июлю, да. Я вам и говорю, что планы такие на полгода лечения, там действительно серьезно-серьезно надо заниматься, все это, да, несколько курсов химиотерапии, постоянно переливание крови там, вот. В общем, к июлю мы где-нибудь сделаем, обязательно Саша выздоровеет. Я говорю родителей все-таки, чтобы Саша сама лично снялась в передаче, сказала вам всем привет, всем привет. Ей уже тогда будет три годика почти. Вот, она сможет вам что-нибудь сказать классное. Вот, в общем, ждем, пока она выздоровеет. Обязательно к июлю снимем ролик. А пока всем спасибо за участие. Вы огромное дело делаете. Крови сдали, много людей приехали. Блин, очень много людей приехали, сдали кровь. Сейчас как раз скоро пройдет уже два месяца после первой сдачи крови, когда можно будет еще раз приехать сдать кровь. Я сделаю напоминающее видео, друзья. Сам поеду обязательно с вами, пересечемся там, поговорим. Узнаю, как у вас делишки у всех. Вот, в общем, поедем, сдадим кровь обязательно еще раз. И потом еще раз поедем. Те, кто на тромбоциты сдавал кровь, раз в месяц можно это делать. Поэтому месяц уже прошел, можете опять ехать сдать кровь. Вот, в общем, вот такие вот пока промежуточные информации. Пока, поподробнее расскажу чуть позже. А пока так, Саша. Тебе спасибо большое. Ты большой молодец. Участвуешь постоянно вот в судьбе Саши. И один из многих людей, которые постоянно интересуются судьбой Саши. Всегда. Спасибо тебе большое. Александр Чуйнак задает вопрос. Привет, дружище. Рад, что открыта новая рубрика. У меня вопрос не в обиду тебе. Александр Чуйнак, это тоже блогер. Переходите. Забивайте Александр Чуйнак, перейдете на его канал, смотрите, что он делает. Подписывайтесь, если интересно. Ты отличный повар. И как все повара любишь вкусно поесть, с твоими рецептами бы вообще ел бы один раз в день. С утра до вечера. Так вот, что бы хотел спросить. Не думал ли ты заняться своим телосложением, немного согнать жирка и подкачаться? Ведь у тебя большая масса. И с ней можно было бы круто перекачаться в приличного атлета. Жду ответа, дружище. Желаю тебе хорошее настроение и большой привет с Молдовы. Привет тебе, дружище. Александр Чуйнак, мы с ним периодически переписываемся. Тебе тоже большой привет. Насчет телосложения. Мне не нравится, что я толстый. Да, мне не нравится. Заниматься? Занимаюсь потихонечку. Стараюсь сейчас согнать. Подкачаться? Не хочу я подкачаться. Я хочу просто быть легче. Быть как пушинка. Порхать, понимаете? И так-то как, в общем-то, как одуванчик. А буду как пушинка. Блин, порхать. Поэтому, что я не думал? Думал, конечно. Просто для меня это сложно, понимаешь? Сложно. Во-первых, время найти. Во-вторых, еще не придумывать каких-либо отмазок. Понимаешь? Вообще, вот такое дело. Дания Алтаева. История канала. История названия. Когда и как пришла идея создания канала? Долго ли ты шел к воплощению? Я уже рассказал немножко. К воплощению я шел где-то полгода. От момента, когда у меня зародилась идея в голове. Снять ролик. И до момента, когда я снял ролик. Идея по кашеварям. Вот здесь в голове тоже родилась. Я сначала думал какие-то названия, типа там, просто готовим. У меня, кстати, так видели, мой канал называется просто готовим. Я его создал. А только потом решил придумать нормальное название. Вот. И придумал, в общем, по кашеварям. А первый ролик, кстати, если вы посмотрите на ютубе, первый ролик называется вообще кашеварим. Без по. Вот. А потом родилась по кашеварям. Нормальное название. Вам нравится? Если да, лайки ставьте. Егор Дмитриичук спрашивает. Добрый день. Хотел уточнить, какой видеоредактор используете для создания видео? И хотел сказать спасибо за отличные т.д. Очень нравится ваш канал. А, да. Я читал, Егор, твой комментарий. Он длинный, во-первых. Я всегда читаю длинные комментарии. Мне нравятся. Спасибо тебе, дружище. Я рад, что тебе нравится то, что я делаю. Редактор простой. У меня два редактора на макбуке. Это iMovie и Final Cut Pro. Пользуюсь я обоими редакторами. Бария Говорухина спрашивает. Бывает ли, что еда, которую вы показываете в видео, может вам не нравиться? О, это, кстати, дополнение к прошлому. Был вопросик, да, про то, что бывает ли бурда какая-то у меня. Честно говоря, да. У меня, наверное, может быть 2-3 рецепта такие среди. Сейчас у меня где-то 180 уже рецептов. Но 2-3 есть рецепта, которые мне не нравятся. Не нравится еда. Например, я готовил салат с куриной печенью. Я просто не люблю печенку. Но я почему-то решил сделать этот салат. Мне показалось, что он может быть интересен тем, кто, в принципе, к печени хорошо относится. Я не люблю, поэтому я вот его никогда в жизни повторять не буду. Наверное, еще есть несколько таких рецептов. Да, бывает. Но это не потому, что плохой рецепт, плохое блюдо. А просто потому, что лично мне оно не нравится. Руслан Ахмедов. Привет тебе, Руслан. Тоже постоянный мой зритель. Пишет все время мне какие-то комментарии. Привет, Виталь. Самого здоровья тебе и твоей семье. Спасибо тебе, дружище. Твоей семье и тебе тоже здоровья. В каких странах был, что ел и где будешь все понравилось? Значит, ну, я был, в общем-то, вы знаете, да, я вам рассказал, что у меня есть семья. В сознательном возрасте я ездил только по курортным странам. Это что у нас? Греция, Турция, Египет. Вот, в общем-то, три страны, где я был. Дети, когда вырастут у меня, мы поедем в другие страны. Вот. А пока в этих трех странах был. Больше всего мне нравится Египет. Наверное, я не знаю, где мне может еще понравиться так. Вот в плане климата. Климат в Египте просто идеальный. То есть, когда ты не потеешь, знаете, вот в Турции постоянный подняк, точнее, влажность, да, это не подняк. Вот вечером идешь там смотреть на каких-нибудь акробатов или кого там привозят, а ты весь мокрый, из тебя все течет, потому что огромная влажность. В Египте все очень сухо, сухой воздух. Мне это очень нравится. И плюс море там. Какие рыбки. И, друзья, я могу часами там плавать, наслаждаться просто тем, как плавают рыбки рядом со мной. Поэтому Египет, то, что мне очень нравится. Я, если найду какую-то альтернативу Египту, то найду, но это будет чуть позже. Пока так. Мария Нейморвец. Простите, если и коверку, и фамилии не со зла. Все получается приготовиться с первого раза. Много новых рецептов для себя открыл за время съемки по кашеварям. Хотели бы вы издать свою книгу рецептов? Правда, чтобы завоевать мужчину, надо уметь готовить борщ. Вот столько вопросов от Марии. Нет, не все получается готовить с первого раза. Уже отвечал на этот вопрос. Бывают косички. Много ли новых рецептов открыл? Да, слушайте, за три года, конечно, я уже прочитал много, изучил много, посмотрел много. И много рецептов для себя открыл. То, что я когда-то не умел готовить, теперь я умею готовить. Еще более того, вас этому тоже иногда учу. Хотел бы я издать книгу по кашеварям? Ну, наверное, да. Во-первых, мне очень кажется, что название по кашеварям очень классно бы подошло именно к книге. И она бы, скорее всего, скупалась бы с полок магазинов. С другой стороны, в принципе, я уже сейчас наработал настолько материала, что я готов сделать книгу. Для этого нужно просто время, усидчивость и, как сказать, в общем, время усидчивость. Ну и деньги, естественно, нужны на издание книжки, потому что не дешево это дело. Может быть, я когда-то этим займусь. Пока такой острой потребности нету, пока будем нарабатывать материал, там глянем. А надо ли уметь готовить борщ, чтобы завоевать мужчину? Я не знаю, честно говоря. Наверное, мужчины бывают разные. Я за еду не готов продаваться. Вот, например, когда мы там с супругой начинали общаться, у меня жена не умела готовить. Я не умел тогда готовить. Ничего страшного, постепенно оба научились делать. Это как бы такая, это бытовой момент, друзья. Если мужчина, который вам говорит такие вещи, что ты должна уметь что-то делать, или ты должна вообще быть какой-то, чтобы быть со мной, наверное, не надо быть с таким мужчиной. Ну, ты же тут мерзость какая-то. А ножка где-то внутри вспыхивает. Вот любовь, отношения, это же где-то изнутри идет, понимаете? А когда вот примешиваются какие-то бытовые моменты, ты должна то-то, ты должен то-то, о какой любви может идти речь? В общем, мой ответ нет. А Аленушка М спрашивает, как научить ребенка есть разнообразную пищу, а не только то, что ему нравится. А мой ответ, моя практика, что никак, абсолютно никак заставить можно научить никогда. Но единственный вариант, что можно как-то красиво пытаться ребенку подавать еду, пытаться делать это в шуточном формате. Ну, например, если ребенок уже у вас вырос до сознательного возраста, а сознательный возраст, это где-то лет 6-7-8 уже, да, начинают дети хорошо думать. И думать иногда лучше, чем вы. То обхитрить его улыбочками, смайликами, там красиво выложенными фруктами у вас не получится. Я считаю, что научить ребенка нельзя, заставить можно, заинтересовать. Иногда его, в общем-то, нужно. Начмед спрашивает, какое твое любимое блюдо было в детстве? Мое любимое блюдо, что в детстве, что сейчас, это что-нибудь сладкое и вкусное. Вот, в общем, что я, не знаю, конкретные блюда назвать не могу. Нелюбимое я терпеть не мог сырокопченую колбасу и жареную курицу, вообще ненавидел. А и печенку, и печенку до сих пор ее терпеть не могу. Вот, а любимых блюд у меня было много, главное, чтобы оно вкусное было. Василиса Флай, летающая Василиса. Здравствуйте, хотела вам задать вопрос, откуда к вам пришла идея снимать обзоры на доставки еды? Василиса, ну, здесь все просто. Есть у меня товарищ, в Питере живет, Обломов себя называет. Вот он снимает обзоры на службу доставки. Я идею у него взял, спросил, значит, у дружбы, говорит, ты не против, если я поснимаю? Он говорит, да я не против, только, говорит, тебя, скорее всего, завалят все, начнут говорить, что ты у меня идею стырил. Так и получается, я снимаю обзоры, а мне все говорят, что я у дружи украл. А это правда, я у дружи украл, только по доброй воле. В общем, вот так вот, взял идею я у славного дружи Обломова, снимаю эти ролики по Москве. Он по Питеру, я по Москве. Никто никому не мешает, мы просто друг друга дополняем. Поэтому ответ на ваш вопрос, славный дружи Обломов. Олег, если смотришь, тебе огромный привет. Ссылка на канал Олега, кто еще не знает, кто такой славный дружи Обломов, у меня в описании. Обязательно смотри. Вер Венем спрашивает, почему в некоторых видео ты в обычной одежде, а где-то в прикольной поварской. Так, и, а как тебе идея запилить серию антикризисных рецептов, вроде, как поесть вкусно и чтоб кошель не опустел? Не серчай, если такие вопросы были. Короче, не серчая, такого вопроса не было. Почему я иногда в обычной одежде, а иногда не в обычной одежде? Вопрос философский. Потому что бывает обычная одежда, например, грязная или мятая. А есть не мятая, не обычная одежда, поварская моя, которую мне друзья подарили с логотипом по кошеларям. Вот такая вот. Так вот, она висит чистая, выглаженная. Я одену ее и снимусь для вас, друзья. Вот и весь секрет. В общем, в чем мне хочется, то у меня и снимаюсь. Тут нет никакой закономерности. Аня Растегаева спрашивает, где ты живешь? Живу я в Москве, в районе метро Сходнинская. Приезжайте, где-нибудь увидимся, может быть. Александр Волошин, откуда у тебя столько знаний к поварству? И на кого ты учился в училище, институте? По институту я рассказал, я учился на экономиста, до сих пор работаю, в общем-то, в сфере экономики. Вот, знаний к поварству у меня просто постепенно-постепенно они копятся-копятся. Я изучаю журналы, интернет, рецепты, все пироги, в общем, книжки читаю. Поэтому вот такой ответ. The Epi... Назоветесь же иногда, блин. В общем, на экране будет вопрос. Супер вопрос. Первое сложное приготовленное блюдо и впечатление о нем. Ну или общее впечатление о блюде и процессе его готовки. Ну, я говорю, самые сложные для меня это были макароны. Я про это уже рассказывал. Это капец, блин. Сколько я упорол миндальной муки, а? И белков. Мам дорогая. Блин, друзья, это очень сложно на самом деле. Столько трындеть. У меня уже голос начинает хрипеть. Поэтому не обессудьте. Sam Tragedy спрашивает. Ты по профессии повар или это твое хобби? Какую музыку ты любишь? Как ты познакомился с дружей обломал? Значит, по профессии я не повар. Это мое хобби. Музыку я рассказал уже, что я люблю. Как ты познакомился с дружей обломовым? Ну, мы с ним очно не знакомы. Мы с ним по интернету знакомы. На почве кулинарных пристрастий и любви к Ютубу. В общем, вот такие у нас знакомства. В ВКонтакте мы с ним познакомились, как-то списались. Даже что-то поначалу, я помню, он начал немножко раньше меня. У него уже была тогда группа. Вот. И я что-то начал постить свои ролики у него в группе. Я еще даже не знал, что это его группа, хотя с ним уже был знаком. Вот. И, в общем, он меня там забанил. Я ему потом написал, говорю, слушай, дружище, извини, там, не хотел, да, как бы, понимая, что спам, там, давай, давай дружить. В общем, он говорит, а давай дружить, я же славный дружек. И мы что-то начали как-то так с ним нормально общаться. Такая история. Кирилл Москаленко спрашивает, а где ты берешь свои рецепты и сильно ты любишь то, что делаешь? Да, я сильно люблю то, что я делаю, а рецепты беру отовсюду абсолютно. Из интернета, из книжек, из журналов, отовсюду. Виталий Веневцев спрашивает, многие люди с одинаковыми именами похожи, но я заметил, что люди с именем Виталий разительно отличаются друг от друга. Считаешь ли ты, что люди с одинаковыми именами похожи? Не знаю. Мне кажется, в принципе, имя делает человека, да, это влияет на его судьбу, безусловно. Вот. Похожи или нет, не знаю. У меня есть знакомые Виталий, которые отличаются от меня, есть знакомые Виталий, которые на меня похожи. Вот. Поэтому не знаю, не знаю, что ответить. Ирина Барашкова спрашивает, Виталий, привет. У меня в этот раз опять два вопроса. Откуда берешь идеи блюд? Отвечала уже Ира. Как дела у Сашеньки? Надеюсь, есть улучшения. Очень переживаю за малышку. Ирина, спасибо за твои переживания. Благодаря переживаниям малышки все будет хорошо. Малышка поправится. Про то, как дела у малышки, я уже рассказал в ответ на вопрос Александра. Айсен Тарасов спрашивает, планируешь ли ты сделать новый проект по тематике кулинарии? И можем мы, надеяться, увидеть тебя в телевидении в роли ведущего кулинарного шоу. Было бы очень интересно узнать. Новый проект по кулинарии? Да не знаю. А какой новый проект по кулинарии? Не знаю. Может быть, я открою серию диетических рецептов, потому что мне самому это надо. Может быть, еще что-то сделаю. Пока таких четких планов нет. На телеке вы меня, во-первых, уже видели. Уже я ввел несколько передач, несколько выпусков передачи «Вкусно» на телеканале 360. Может быть, будут еще съемки на этом же телеканале. Может быть, еще куда-то позовут. В принципе, предложения были. Немножко мы не сходились в наших видениях того, что будет происходить. Как это будет происходить. Про степень моего участия и так далее. Вот по поводу... Значит, плюс мое мнение еще, если честно, что телек для меня это совершенно не приоритет. Я туда хожу исключительно для того, потому что мне любопытно, как это происходит. Интересно, как снимаются передачи. В принципе, я это посмотрел. Это достаточно забав. Могу отдельно рассказать. Вот. Значит. Но будущее все-таки за YouTube. Когда-то произойдет так, что телевизионных звезд будут спрашивать. А не пойдете ли вы на канал сниматься в YouTube? На какой-нибудь канал? Когда-нибудь такое будет. Не в ближайшее время, не в этом поколении, даже не в следующем. Но когда-то интернет, конечно, поборет свободное, так сказать, телевидение. Поборет вот это вот закостенелое продюсерское телевидение. В прямом смысле этого слова. Наверное, будет так. А может и не будет. Так что, если буду звать, буду ходить. Вам обязательно буду про это рассказывать. Не переживайте. Василий Уральцев спрашивает. Основная работа, какой диплом, как познакомились с YouTube и начал снимать видео? Про все вопросы рассказал. Про то, как познакомился с YouTube, не рассказал. YouTube я начал смотреть по приколу. Когда-то мне мой братец, значит, сказал. Слышь, там есть такой вообще угарный чувачок. Ванамас. Вот. Ванамас, короче. Смешно оливье готовил. Я что-то зашел. Он мне ссылку скинул. Я зашел, посмотрел, как ванамас. Ну, все знаете, кто такой ванамас. Вот. Как он готовил оливье. Я вообще поржал от души, честно говоря. Может быть, это тоже, кстати, сказалось на том, что я решил делать кулинарный канал. Вот. Чтобы это было качественно, а не какого намаса. В общем, вот так началось мое знакомство с YouTube. С YouTube. Позитивный Саня, ты куда ходил учиться на повара? Дружище, никуда не ходил. Вот ходил на свою кухню учиться на повара. Там я учусь на повара. Образование у меня поварского никакого нет. Так. 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 Продолжение следует...